Приветствую вас! Что ж, в предыдущей части прохождения War Tales мы остановились на том, что мы помогли купцу в Тилтрине, и на него ополчилась местная деревенщина. Собственно, они его подкарауливают за городом. Я думал сходить на север, торгануть в Мархайме, там тоже у меня квест, у меня есть как раз, но мы это позже сделаем янтарь, я надеюсь, что квесты можем из-за этого выполнить. Вот, но боязно оставлять купца, потому что он сказал, что типа к вашему возвращению меня тут растерзают и все такое. Поэтому давайте посмотрим, собственно, что там за деревенщина. Вот это, наверное, они. Ну-ка иди сюда. Очень неудобная ситуация, потому что у меня еще со стражниками тут сейчас непонятки. Кто? Кто вам сказал, что мы тут? Купец, у которого духа не хватает выйти против нас самому? Предатель! Именно, предатель! Вот он кто! Его семья долгие годы продавала нам керамику и ткань, и тут он внезапно решил, что будет торговать с Гозенбергом. Ему наплевать, что будет дальше. И вам тоже, к черту Альдерберта! Кучкой наемников нас не запугаешь, мы вам преподадим урок. Ух ты! Тринадцать человек, что будет? Шестого левля? Даже не знаю, справлюсь с ними или нет. Ёперный театр! Да ты чё! А чё такие здоровые эти? Ладно, короче, сейчас попробую. Ненавижу таких. Вот, вот, блин, какая-то деревенщина, но их тут такими сильными сделали. Так, ну то, что я вижу, у них первым будет ходить Лукари, и чтобы его импакт полностью как бы нивелировать, я как раз, наверное, задействую вот этого, потому что он самый слабенький, но как раз он Лукаря на себя отличает. Больше у них Лукаря и нету. Хорошо. Я всё меч никак ему нормально не поставлю, ну да ладно. О, уже две дницы урона, это хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! О! Отлично встал. Ну-ка, я в бой, надеюсь, с ним не вступлю, если я вот так вот сделаю. Кого мне первым снести? Ладно, давай вот это. Так, а потом... Вообще, тут, конечно, опасность, если Птелла так встала. Неплохо, минус один сейчас сделаем. Отлично. Да, вот этот вот очень неплохо сносит, вот с молотом одного снес, сразу придурка. Ладно, наверное, я начну вот в эту сторону смещаться. Лучников прицеливания поставлю. Так, Септелла, только не протупи, ради бога. Да, хорошо, что она вниз побежала, а не наверху к этим троим. Опа! Огонь! Отлично, но... Хотя, могло быть лучше. Еще одного сношу, ладно, этот пусть с лучником разбирается тут. И начну сюда, начинаю сюда смещаться. Еще один попал в мой лук. Лучник, конечно, вообще слабый, но мне сто лет уже не выпадал нормально лук. Поэтому у меня лук... Я вообще, я даже... Вот реально, я ни разу не видел лук даже в продаже нормальный. Я не знаю, то ли у меня баг какой-то, то ли хрен его знает. Ну, знаете, в чем печалька основная? В том, что через животное не может нормально этот... Атаковать копейщик. Придется мне один удар от этого по себе пропустить. Фиг с ним. Надо вот этого молотоборца обязательно снести, а то он... Мне сейчас тут покажет, куськину мать. О-о-о-ой, вот здесь вот фиговенько. У нее есть побег? Да, у нее есть побег. Я его сейчас, наверное, использую. Сначала только по этим мудакам прокаст дам. Наплохо. Только кого она добивать-то собралась? Она никого не может добить толком. Ладно, наверное, время отступать. О-о-о, я могу... Подожди, я могу? Да, вот этому вот. О-о, отлично, супер вообще. Так, а куда мы отступим? Ну, давай, наверное, вот сюда вот, на этот фланг. Так, теперь вот очередь вот этого, наверное. Слушай, ему надо атаковать бы. Отлично. А яд на него наложился, интересно? Нет, нифига. Ну, ладно, тогда за этого тоже отступим. Ну, еще четыре этих. Отлично получил. Могу добить лукаря. Вот за два очка, но не буду этого делать. Я сэкономлю. Ну-ка. Ща. Упс, надо спасать Септеллу. Отлично. Так, а это разбойники или кто они считаются? Нет, это лейтенанта. То есть я их даже потом продать в рабство не смогу. Так что в этот, в расход их. Ёперный театр. Хочу отпустить их и победить. Да, хочу отпустить. Нафиг, чтобы волка сохранить и не переигрывать. Септелла получает черту дуэлянт. Офигеть, я еще Септеллу прокачал, которая меня потом покинет. Так, щит какой-то шестого уровня. Нафиг. Вообще, мало дали. Жрачку только вот. Так, ну что он нам скажет теперь? Ах, наконец-то всевидящий око благосклонно взирает на нас. Передайте этому своему купцу, что я в деле. В ближайшие несколько дней он получит заказ. Так, всех исцелил. Все, сейчас пойду сдавать этих заключенных. Хоть мне за них какой-то баблишко дадут. И потом поеду на север. У меня даже нет денег, чтобы закупить то, что на севере я продать могу. Ааа, блин. Тут броня крутая и секира крутая появилась. Длань правосудия. Секира, и в две звезды. То есть просто седьмого уровня, а есть две звезды еще. То есть еще улучшенная. Ну не какая-то разбойника, ладно, а вот эту длань правосудия я куплю. Ну и вообще, ее по всему надо Дмитры, конечно, отдать. Хотя он у меня и так всех ваншотит. Но это будет, типа, тем более всех ваншотить. Наверное, вареного угря изучу, как делать. Я разрабам написал в дискорд, блин, в две этих самых, значит, предложения. Продолжение написал. И написал им в отзывы. Продолжение написал, что какого... Ну я им уже очень много раз предлагал, чтобы они сделали возможность изменять... О, вас больше не разве... А, теперь же, да, эта система работает, что я пленников сдал и эту потерял розыск. Это отлично. Чтобы они сделали эту систему... Изменения, да, неправильной прокачки. Потому что неохота заново все начинать. Тем, кто играл на максимальном уровне сложности, изначально... Заново начинать и все вот это гриндить. Так, руда заспавнилась. Это тоже под форму. Так, я вот у этих на овчарне Сталлорова Вильберта тоже могу что-то украсть. Ну, конечно, блин. Вообще, это просто невозможно. Они меня палят, как... Вообще, причем я перки вкачал, что там шанс, я говорю, ни разу не выпадал, чтобы мне вот что-то просто так досталось. Постоянно какой-то... Постоянно меня палят. Так, знаете что? Тут, по-моему, где-то логово бандитов есть. И там черный рынок. Давайте я его, наконец, зачищу. Логово. Место, где можно встретить уйму врагов. Чем больше активных черепов на логове, тем оно опаснее. Чтобы уменьшить количество врагов в логове, ищите поблизости врагов с черепами. Истребляйте их, чтобы завершающий штурм оказался проще. Тут вроде нет врагов с черепами. Уровень пятый. Ой, блин, это сколько же их? Ладно, сейчас посмотрим. Если что, вжух в параллельную вселенную. Смотря какая карта. Ну, они сами по себе, короче, не такие сильные. Ну, их, в общем, 20 человек в два раза больше, чем меня. Да, тут надо как-то... Как-то... Расставить это бы все. У меня еще и звездочки не все. Ну, ладно. Ну, толку. Все равно их очень много. Ну, я думаю, они скоро умрут. Короче, они откуда-то вообще капец стреляют. Из этой вот отсюда. Здесь, походу, два лучника еще стоит. Вообще. Так, ладно, сейчас посмотрим. Ой, а сейчас тут очень грамотно. Троих сразу. Законтрил. Ну-ка. Блин, жаль, их ударить нельзя сразу. Тоже всех. О, это разбойники. Так что его можно и даже нужно в плен. Сдам его за баблишко. Заодно себе рейтинг криминальный снижу. Получай. Фигово, что они тут, знаете, как в некоторых играх есть такое, что... Вот в ром. В экспедишн с ром. Такое, что... Если враг отступает... Ну, просто он встал рядом с тобой, но если мимо пробегает, то его атакуют. Здесь вот система другая. Здесь они могут бегать спокойно рядом, если они не вступали в бой с противником. Ух ты, а почему так я могу одного ваншотнуть с полной этой броней совсем отлично? Ладно, дареному коню в зубы не смотрит. Или в копье. Ну, они вот много уже сносят достаточно. Ну, и сами дохнут от эффектов. Когда броня у меня заканчивается. Еще одного разбойника заловил. О, Сертелла иногда могет. Так прикольно. Встает сразу двоих, бьет. Мне кажется, с патчем немножко, да, подтянули. Искусственный интеллект. Кстати, да, ребятки, могу вам посоветовать отличную игру. Она на самом деле навороченнее, мажористее, но в хорошем смысле. Не просто как вот бывает, знаете, такой глянцевый какой-то продукт. Вылизанный, как вот эти придурки из голодных игр, которые заставляли людей сражаться. Нет, не в этом смысле, а в хорошем смысле. Такой AAA-продукт, Expeditions Rome. Она очень сильно похожа вот на эту игру. Но это не потому, что она слезала. Вообще серия Expeditions. Там была Expeditions Conquistador. Соответственно, про Conquistador в новом свете там с индейцами. С коренными жителями Америки. Тоже разборки были очень интересные. Нелинейные, реально нелинейные. Они на бумажке, а игра. И Expeditions Viking. Еще круче они сделали. Очень крутая тоже часть. Про викингов, соответственно. Там было очень много нелинейности. Выбора действительно. Концовок. И такая... То есть боевка там очень похожа. Вот как раз сейчас говорил, когда... То есть там вот это вот, когда рядом проходишь, ты не можешь просто так прошмыгнуть. То есть кто-то где-то стоит на клетке, он ее как бы контролирует вокруг себя. И если у тебя нет специальных способностей, то по тебе будет удар нанесен. Вот в общем, крутая игра. Если не смотрели, советую. Она... У меня сколько там? Четыре или пять серий вышло. Это сейчас демо-версия доступна. Полностью я уже прошел демо-версию. И в январе выйдет полная релизная версия игры. И там уже как раз мы сможем продолжить с того же момента, на котором мы остановились в демо-версии. Вот, игра очень интересная. Я вам рекомендую. Там первые две серии я не озвучивал. В смысле, то есть я комментировал. Там какой-то основной смысл, еще что-то. Но там субтитры вы читаете. А с третьей серии я уже полностью озвучиваю весь текст на русском языке. Expeditions Rome, рекомендую. Да ладно, тут еще один лучник в инвизе. Да, где-то здесь походу стоит. В общем, стрела прилетает вот оттуда-то. Но это, видимо, имеется в виду, что ты типа не знаешь, где он стоит. Таинственный. Вражеский лучник. Да, где ты здесь, падла? Где ты? Не вижу. Ну ладно. Мог бы еще, конечно, в плен тут захватывать, но я просто, если честно, не хочу рисковать. Так. Блин, а копейщик, зараза, не хочет нормально отрабатывать. Так, нет. Я все-таки сейчас заморочусь. Блин, я хочу в плен взять какого лешего? Вот этого придурка. Этот. Смотри, все равно не могу его оглушить. Как это так может быть? Браконьер пятого уровня. Это баг. Это чисто баг. Я несколько ходов из-за него уже потерял. Офигеть. Ну ладно. А этого я тоже не могу оглушить. И этого не могу оглушить. Вот дают. Реально, и копейщикам не могу. Ну ладно, делать нечего. Замочим их. Сколько я, двоих или троих в плен только захватил? Ну зато логово на максимальные сложности, так сказать, расхерачил. Топоры, которые голимые, чисто под продажу. Туника разбойника прикольная была бы в свое время. Но сейчас уже она, это, кружевной бант. Подобными бантами украшаются красивейшие наряды Гозенберга. О, костяной талисман на удачу. Безделушка. Маленькое скалящее солнышко, вырезанное из кости. Блин. О, лук! И жрачка. Опа, там кто-то есть. Агент черного рынка. Подожди, подожди. Я тут уже сто лет мучаюсь с этим луком. А, плюс 13. И этот плюс 13. Офигеть. 13-26 урона. Охотничий лук. И это охотничий лук. Мощный выстрел 13-26. Короче, такой же лук выпал. Офигеть. Не лучше, не хуже. Везение, блин. Так, ну, давайте посмотрим, что тут у нас. В снегу лежит мертвое тело. С его пояса что-то свисает. Воля плюс один медальон. Люсилы Лун. На обратной стороне амулета выговорено имя Лун. Буквы, заляпаны кровью. Что-то знакомое, я где-то ее видел. Естественно, беру. Ему это уже не потребуется. Так, агент черного рынка. Так, ух ты, да ладно. Руководство прицеления содержит знание, которое позволит одному из ваших спутников выучить навык прицеливания. Дальность следующей атаки удваивается, а ее точность повышается. Пять таких книжек. Спринт. Офигеть. Да, но дорого все стоит. Первая помощь. Короче, я могу всех обучить. Насмешка, гнев. Это, по-моему, навык, который сам активируется. Так, и рецепт склянка яда. После применения навыка у бойца есть 30% шанс применить статус яд к целям, по которым он попал. Но это надо, да, варить ее. В общем, показывают, когда я с ним разговариваю, показывают этот трупешник. Очень символично, ну ладно. Так, что тут у меня есть? Что-то залутать. О, чертеж, табурет часового. Интересно, что он дает. Точильный камень. Это простой камень, незаменимый спутник как для Брадобрея, так и для воина. Критический удар повышается на 10% при атаках в спину. Уже мы знаем, кому его дать. Изучить. О, жрачка. Украсть. Да какого фига? Ну ладно, это этот. Так, отмычки, древесина, пиво, специи. Еще что-то. Критический удар. Набор урон повышается при атаках в спину. Регулируем движение плюс один. Так. Что, больше ничего нету? Видимо нету. Но денег у меня не так, чтобы много. Можно, конечно, кому-нибудь что-нибудь купить. А давайте посмотрим, что вообще за чертеж. Выучить справочник. Табурет часового. Назначенный спутник понижает шансы нападения за время стоянки. Полезно. Вы достигли пятого уровня на пути тайны и мудрости. Что мне за это дадут? Скоро будет уровень пять. Скоро пока ничего не дадут. Ладно. Так, я тут что-то могу сделать же. Табурет часового. А что мне не хватает? А, кожи. Кожи не хватает. Ну это ладно, это я ее раздобуду. Это не проблема. Просто могу крит повысить ему. Либо все-таки со спины. Ладно, пусть со спины. То есть у него 52% будет шанс крита со спины. Жрачки зато много набил. А куда делись два? А, точно их было 20. А двоих я взял в плен. Вот я думаю, куда тела делились? Ну хорошо, кстати, то что тут тела один к одному как бы выдают. Так, этих гопников выдаю. Да, блин, одного не могу выдать. Бери это. Бери избыток гопников. Так, продал всякие отмычки. Все, денег набил, кстати, прилично. Как раз на север сейчас пойду. Так что вот эти вот я сейчас могу закупить у него. А, и вот что мне надо, да, кожа. Так, табурет часового. Посмотрим, как он будет выглядеть. Пусть. Что, видите, предметы только обычного качества у меня тут. О, ну нормас. И что я могу его сюда захреначить, да. Потому что эти все равно... Некуда, короче, пусть, да, часовой. Насколько она там снижает, кажется, шансы? Насколько, насколько они понижены? На 10% по-моему. Там как раз иногда 10% и есть. А, нет, тут не указано на сколько. Ну ладно, не важно. Надо, наверное, все возможные контракты взять. Хотя денег все равно уже не так много, потому что, потому что заканчиваются. Опа, меч. Скажите, что он двуручный, я умоляю, нет? А, меч-компаньон, а подожди, а это тоже меч-компаньон. Да шоп тебя. Не то. Еще зато в доспехе паладина есть. Я такие вообще, по-моему, не видел ни разу. Это броня. Прихоть старшего офицера инквизиции, которая отчаянно хотела выделиться среди подчиненных. Но у меня никто не может тяжелую броню относить. Так что сильвуплея. Я надеюсь, что у него обновится лут, потому что я не хочу это все опять скупать. Это такая дикость. Мне уже нормально двуручный меч. Стражи за ней. А, все, меня не разыскивают. Кстати, они так и не сделали возможность, чтобы меня исцелял в мархе. Или так и задумано, потому что, типа, пропал же. Пропал же этот самый. Так, ладно, зелье давайте сделаем нормально. А то что у меня бутылки эти пустые, глаз мозолит. Так, янтарь. Это тоже с другим торговцем. Ну-ка. Замечательно, и вы принесли все достаточно быстро. Да, пожалуй, я могу торговать с Эльдербертом. Но вам придется разобраться с приспешниками посредника, которых я сейчас уволю. Если не объясните ли мне ситуацию, мне придется сложить свои пожитки и покинуть это место. И тогда все ваши усилия будут напрасны. Думаю, вы их найдете где-то в городе. Перед этим, конечно, мне надо исцелиться. Так, и кузнецу. Тут, кстати, по-моему, обновили его этот. Как он выглядит, что ли? Надо вот это все продать. Ну-ка. Потому что янтарь ей отдал уже. Мне это нафиг. Ой, подожди. Серебро здесь не надо продавать, да. Тут шерстяную ткань можно. Да, вот это серебро. Это потом на обратном пути я тут затроезжу вот этим. Так, ну и что, вот это, что ли, придурки? О, нас посылают сразиться с людьми Альдерберда, а вместо них против нас стоят наемники. Ха, не в первый раз Готзенбергский совет нанимает вольных стрелков для своих сражений. Но не волнуйтесь, вам недолго осталось терпеть это занудство. Ваше маленькое приключение вот-вот закончится. Йооо, седьмой левел. Их меньше, чем тех в два раза, но седьмой левел. Десять на десять, но они очень большого левела. Сейчас посмотрим, ладно. Так, хороший вопрос, вот кого мне первым сносить? Давайте начну двуручников, а не дэмэдж дилеры все-таки. Тем более вот у этого, у него крутой на первый урон. На первый урон, опа, да, отлично, ваншотнул. То есть сразу минус. Отлично. Ну да, пол брони за один удар. Так, разоритель. А разоритель это считается за разбойника или нет? Ну давайте, ладно, его повяжем одного. Так, копейщик пусть отстреливается. Кровотечение надо здесь наложить, да. И отступает. Вот сюда. Так, еще одного придурка я захвачу. Ай, сука, по области. Давай-давай, вступи, вступи, да, вступил. Ну правда, блин, на этого напала хреново. Так, четыре этих лычки собираю, отлично. Так, ёпта, не то, а мисклик. Ну ладно. Так, убегаю, а тут мало хп осталось. Могу разве что ножик вам предложить вот так. Так, ладно, еще одного придурка окажется в плен. Забираю, милости прошу, к нашему шалашу. Так. Опа, опа. Ценная бригантина компаньона, символ Гозенберга указывает, что предыдущий владелец бригантины жил в городе торговцев. Критический урон плюс 12, плюс 12. Вы слышите, плюс 12. Оборона плюс 18, броня плюс 90. Просто, шикардос. Наверное, молотоборцу дам. Что-то крит не вырос. А, потому что у меня и так тут крит давалось, ладно. Но ей нужнее эта броня. Все, в порядке с вами, приятно иметь дело. Передайте своему клиенту, что я буду продавать его товары, когда он захочет. Так, ну тут про боссов говорится. Ух ты, 512, 615. Есть. 615 мне за нее заплатить, зачем выгодно. Ну-ка, что-то нифига тут никто из рекрутов не заменяется. Те же лодери тут всякие второго уровня. Так, я схожу, наверное, в местную тюрягу. Заодно по пути, может быть, свадебный пир, какой-то там квест выполнили. Или что-то типа того. Меня разыскивают. Да за шо? Шо я сделал? Все-таки свадебный пир почему-то здесь... Хотите вложиться в банкет невесты? Дать оленина, пиво? Может быть, реально в него вложиться? Что-то это даст помимо вот этого, типа как квест? Ну, пусть, пусть вон оленина, блин. От души отрваю. Получил влияние. И что еще? Вы сделали свой вклад. Хорошо. А еще? Хотите добавить снежный ирис? Венец невесты. Ну, хорошо добавил. Так. Вы уже дали цветы. Хорошо. Все? Мы принимаем любые дары. Можете помочь с цветочным венцом и оплатой пирушки. Говорят, это приносит удачу. Не могу дождаться свадьбы. По традиции, в честь подобных случаев, рабам и слугам дают выходной. Жаль, что этой семьи только двое детей. Правда, нас беспокоит болезнь, поразившая наш урожай. Неужели это дурное знамение? Может, стоит отложить свадьбу? Ну, все. Он все равно горит. Ну, ладно. А, да. Ну, по крайней мере, галочка теперь поставилась. Типа, я выполнил все. Госпожа мэр бит? Ее посадили? Я что-то забыл. Это я ее посадил или что? Давайте, смейтесь. Вы не знаете, каково это, когда тебя переизбирают. Я бы лишилась всего из-за этой проклятой канализации. Мне нужно было подготовиться к жизни после политики. Вы их поймали, мол, все-таки религент быстро вы управились. Так, это уже было. Давай сюда пленников. А, я не всех могу. Так вот, мародера. Негодяя заслужит гнить здесь. А остальные, я не знаю, член команды, член команды. Нифига себе. Ой, их, кстати, прок... Не понял. А че это за класс такой, член команды? Причем он седьмого уровня написан, лол. Блин, я бы мог сейчас заменить кого-нибудь. Больше опыта еще. Седьмого уровня, офигеть. То есть, выше, чем мой. Вот бы их завербовать. Но, к сожалению, нельзя. Ну, ой, подожди, не уволить, а отпустить. Низкий шанс остаться в отряде. Сейчас посмотрим. Ну, сказали, описали, что это не работает. Но, может, с патчами что-то сделали. Ни хрена не сделали, да? Накинули меня, падлы. Ну, че, давайте вертрусскую стаю еще попробуем загнать. Че тут где-то квест. От призрачной стаи нет спасения. Это я уже слышал. Мастер следопыт. Последний след призрачной стаи найден здесь. Мы пройдем по нему и сразимся с чудовищами. Давай. В таком случае, удача. Она вам пригодится. Показывает следы призрачной стаи. Охотничья карта. Че-то она нифига... у меня не открывается. Или она и не должна открываться? Вы хотите выбрать следующий... Не, не, не. Да, ё, че-то... Да, ничего с ней не могу сделать. Ну, ладно. Ты где и следы-то? Я нифига не вижу. Может, там, по логике, в тумане? Надо передохнуть. Вареный угарь. Впервые. На ваших телеэкранах. Че, силу за максимум. Ёшки-матрёшки, опасность 70. Придется мне отойти немножко. Вот так вот. Она вначале быстро достаточно отходит, так что можно... В общем, это даже с часа вы им такая опасность. О, опасности нет. Так, мне надо в бурокаменную шахту. Заодно муж подфармлю. О, броня даже у неё норм... Ну, новая она в новой броне фармит. Неплохо, неплохо. Так, вот здесь вот я вижу труп. Левее, ниже этой шахты. Зверь, убивший бедную женщину, должно быть, был огромен. От трупа ведёт кровавый след. Видимо, этот след и есть к этой стае. Блин, а я с ними справлюсь? Вон она, походу. Блин. Спустите. Уровень седьмой. Призрачный волк, призрачный кабан. Ой, а они сатуны такие. Ну, попробуем. Осатанилые. Спустите. Блин, их 17. И 102 хп. Ты чё, алё? Нееет. Ой, тут везде туман, нихера не видно. Так, ну, я думаю, надо вот как-то вот так вот что-то их расположить. Потому что тут вообще непонятно, откуда они даже нападут. В узком проходе, пускай, наверное, вот это вот с ними стоит. А, ещё лукарь. Ещё лукарь, да. Блин, сложно, потому что непонятно. Так, ну чё, протестим, как наша силушка против этих демонюк. В принципе, отлично. Херово, у них очень большой... Не, не, я должен справиться, должен. А, они вот ужас накладывают, понятно. Это он чё, в капкан, шли, попал? Откуда он здесь? Ну да ладно, дарённому кабану... Дарённому капкану в зубы не смотрят. Заработал себе прозвище Дмитра Гроза Хряков. Своими деяниями он получает очко навык. Убитые кабаны за один бой 10. А, тут, короче, если в туман заходить, то там типа стрёмно. Зловещий туман. Давай тогда оттуда, ладно, отступим нафиг. Пусть они ко мне подходят. Вот, Септелла слабое звено. Ой, и Волк. Волк тоже слабое звено. Ну-ка. Ну, первая атака лучше всего и эффективнее. Ну-ка, молотоборец. Кстати, я и не зря броню, да, захерачил. Жаль, их тоже нельзя как-то вербануть. Я бы такого монстрика себе захватил бы. Всё, природил популяцию до 10. Чего? Чего? А это чё за херня? Стадо, откуда? А почему у них подкрепы? Пятого уровня. А у меня чё с какого? У меня седьмого. То есть они послабее, но подкрепы, охереть. Так. Ну-ка. Копейщик. Сейчас суперудар. Вот так. Да, стая тут гигантская. О-о-о. Как бы сейчас одного меня тут не вырубили. Нихера себе у них ходов. Тут бы топор пригодился с уроном по площади. Чё за херня? Опять подкрепы пришли. Я не понимаю. Может нужно основных победить, чтобы подкрепы перестали подступать? А это чё за херня? Кошмар. Как с этим справиться? Офигеть. Их тут всё-таки всех нужно убивать, значит? Да-да-да. Да-да-да хз. Даже я с ними смогу не справиться вполне. Так, ну последний копан. Так, волка надо уводить. А то его сейчас загасят тут. Жесть. Так, сюда из лучника прицеливания навёл. А, всё, один сбежал в ужасе, походу. Когда бой сбежит от ужаса, он выходит из боя, но не покидает отряд. Он вовсе кажется в ваших рядах после биты. Фигово, он у меня фуловый был, как сдерживающий фактор. Минус. О-о-о. Один ещё забежал сюда ко мне, отлично. Но риски всё равно очень велики, я думаю, сейчас наверное, не знаю, может не удастся пройти. Я, конечно, сейчас попробую. Волка даже. Волком даже рискнул. О, этот босс, блин, пошёл. Зараза. Короче, не дали очко почему-то, хотя копейщик рядом с союзником стоял, вообще бред. Ну-ка. А этот подстрелил. Ну, хоть за этого дали очко. Так, одно очко я, наверное, оставлю про запас. Блин, два осталось. Так и обидно будет, если сейчас. Ваши соперники пали духом и бегут. Хотите отпустить их и победить в бою? Хочу, да, бля, эту херню я не хочу рисковать сейчас переигрывать, пипец. Этот квест будет всё равно выполнен. Пусть бегут нахрен. Белая кожа. Красный глаз. Короче, до хрена всего. И Дмитра ошапнулся. Гон начался. Who are you gonna call? О, Дмитра могу силу увеличить. Гроза хряков. Ну, что ты теперь скажешь? Илон Маск. Я не был готов к призрачному столкновению. Талисман следопыт. Ну, давай, нафиг я коплю эти зубы ещё. Ловушка. Ну, просто хотя бы я протестирую, как она вообще работает. Честно говоря, мне казалось, что вы не выживете. Но, очевидно, вы получили укреплённый слой крысы. Вы получили чертёж ещё укреплённый. Но, очевидно, я плохо вас знаю. Вы не только выжили, но и победили призрачную стаю. Держите. Этот слой брони ваш. Критический удар плюс два. Движение плюс один. Укреплённый слой крысы. Укреплённый слой крысы. Изучить. И ещё талисман следопытов. Сопротивление ужаса. О, понятно. Пускай будет. Вот этот квест ещё. Помните, из каравана надо было похитить женщину. Но это потом. Хочу поблагодарить спонсоров канала. Магдр. Дмитрий Руперт. Мистер Тат. Дмитра. Михаил Антонов. И также новые спонсоры канала. Мачос. Корниванар. Коля Хамаза. Денис Шапилов. Ну или там, если неправильное ударение произнёс меня, поправьте. Благодарю за поддержку. Так, ну вот у Тургаши что-то нашёл. Но там фигня. Так, красный глаз это компонент, как и шкура. Пока их не буду тратить. О, тут за это время обновилась у него это, на продажу всякая фигня. Я эту всякую фигню и купил. Сейчас пойду в другой город. Опять голимая броня. О, молот. Сокрушение брони. И ценная стеганка. Ну-ка. Молот у меня всего лишь пятого уровня. А это уже седьмого. То есть на два уровня больше. Всем бойцам общийся от пять урона от этой самой. Короче, крутой. Да, молот надо брать. Ну, в два раза больше. Урон это так по возможности. А у меня нету атак по возможности, считай. Блин, интересно. Они не пофиксили вот эту фигню с Тургашами? Неужели мне до сих пор необходимо скупать у Тургашей всё снаряжение, чтобы я мог, чтобы оно обновилось у них? История посредника. Мы с Тургашами договорились. Вы справились? Они согласны стать моими партнерами? Ах, прекрасно. Я разбогатею. Я быстро стану посредником. Можете быть уверены, я не забуду вашу помощь. Вот ваши награды. Это особая вещь посредников. С вашей работой она точно пригодится. Чертеж укрепленный слой лиса. Ну, изучим, конечно. Движение плюс два дает. Вот такое. У меня до сих пор тут первого уровня. По-моему, он у меня с самого начала. Походу, у тех, кто уже начал играть, спутники не обновляются. Это баг игры. Потому что они уже 10 раз у меня должны были обновиться. Там пишут, типа, спустя сутки. Или там несколько обновляются. Я уже сколько хожу, у меня нифига никто не обновился. Реально баг. Вот еще, блин, мне тяжелее из-за этого. Так, на продаю тут. Всякая торговая. И надо бы попробовать все-таки с Септелой завершить еще раз. Может быть, на этот раз получится. Не знаю. Узнаем в следующей части прохождения. Лайки, подписки, комменты. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok